Накануне сотрудники Государственного пожарного надзора отметили свой профессиональный праздник – 89 лет со дня создания. Основанное в начале прошлого века, подразделения выполняют непростые функции по профилактике и предупреждению пожаров, число которых ежегодно растет, особенно в весенне-летний период. По случаю праздничной даты, в Минусинском районе традиционно организованы интеллектуально-спортивные соревнования под названием «Огонь и мы». В период каникул специалисты пожарного надзора стараются донести до подростков элементарные правила безопасности в интересной игровой форме. На этот раз соревнования состоялись в детском оздоровительном лагере «Елочка», куда также прибыли команды участники из районных лагерей «Енисей» и «Солнечный». Цель таких мероприятий – привлечь внимание как детей, так и родителей к правилам пожарной безопасности. Чтобы каждый участвующий в этих соревнованиях хоть чуть-чуть, немножко прочувствовал на себе профессию пожарного, так сказать, побывал в этой роли и, может быть, в дальнейшем он выберет это своей профессией. В ходе мероприятия школьники не только показали отличную физическую подготовку, но и проявили себя с творческой стороны. Каждая команда выбрала представителя, перед которым стояла важная миссия – ярко и необычно отразить на бумаге идею на тему борьбы с огнем. Это был единственный этап, на котором участникам было дано время проявить фантазию. На соседней же площадке активистам от команд предстояло на скорость в пожарной экипировке преодолеть полосу препятствий. «Я участвовал на этапе, где нужно надевать костюм, много волнений на нем, потому что на тебя все смотрят и участвуешь один, не как на эстафете. На эстафете ты как бы командой, у тебя больше дух команды, а вот когда именно костюм надеваешь, у тебя больше ты волнуешься, что ты один должен всех спасти, как бы даже из пожара, ну даже так можно сказать». Далее школьники приняли участие в спортивной эстафете. По мнению организаторов мероприятия, именно командные состязания помогают реально почувствовать плечо товарища в условиях чрезвычайной ситуации. Пожарные внимательно следили за тем, насколько четко каждый участник выполняет свою роль при подготовке специального оборудования к тушению огня и как быстро совместными усилиями достигается результат. На следующем этапе участникам соревнований было предложено потушить воображаемый пожар. Перед ребятами поставили задачу, используя ресурсы настоящей пожарной машины, как можно быстрее наполнить водой ведра и доставить их к очагу возгорания. По завершению мероприятия всем участникам без исключения выданы именные паспорта безопасности, содержащие памятку с правилами поведения в чрезвычайной ситуации. По окончании восьми этапов пожарных состязаний были также подведены итоги. Уверенную победу в соревнованиях одержала команда остаровительного лагеря Еносей.